Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Более чем на четверть увеличился объем жилищного строительства в Иркутской области за код. В минувшем январе он составил без малого 90 тысяч квадратных метров. Под ключ сдали 726 квартир. Отметим, на долю индивидуальных застройщиков приходится почти 98% введенного жилья, сообщает Иркутскстат. Областной этап Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников архитектуры и искусства состоялся в Ангарске на базе первой художественной школы. За работу участников и мольбертов наблюдали наши журналисты. В основном здесь, конечно, девушки. Работа художника требует внимания и сосредоточенности. Площадка для проведения этой олимпиады, первая художественная школа, единственная в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а потому пользуется неизменной популярностью у юных авторов. Дело в том, что Победа дает возможность поступить на бюджетное место в Южный национальный исследовательский университет, который находится в Ростове-на-Дону. Бюджетные места сейчас на творческих специальностях сокращаются, а вот вариант прохождения через олимпиаду, он дает право не только поступления в Ростов, но и хорошие баллы для поступления в другие вузы дополнительно. В олимпиаде могут поднимать участие учащиеся общеобразовательных учебных заведений 6-11 классов по комплексу дисциплин, рисунок, живопись, композиция. А на прохождение каждого дается от 3 до 6 часов и включает отборочные и заключительные этапы. Если первые два оценивали местные преподаватели, то уже эти рисунки отправят в Ростов-на-Дону, где свой вердикт вынесут тамошние художники. Альберт Домнин, Марина Минченко, новости 360 Ангарск. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Эмин в Иркутске. 15 марта. Дворец спорта Тру. Авторская комедия Леона Измайлова «Раневская. Одинокая насмешница». Иркутск. 31 марта. ДК «Орбита». Ангарск. 30 марта. ДК «Нефтехимик». Его песни знают и поют все. Талантливый и неповторимый. Александр Разенбаум. С программой «Упереться, не сломаться». Мы можем дать вам способности, о которых другие могут только мечтать. Fly People. 1 апреля. ДК «Современник». Собачье сердце. Михаила Булгакова. В канун 8 марта представительницы прекрасного пола традиционно принимают поздравления. В их числе и дамы, которые владеют не всегда женскими профессиями. Как, например, военнослужащие Ангарского полка оперативного назначения Росгвардии. В Ангарском полку оперативного назначения женщин немало. Это медики, кинологи. А вот Мария Сидорова работает телефонисткой. Военная связь – это неотъемлемая составная часть систем управления. От того, насколько она хорошо развита, зависит оперативность, руководство войсками, последующая своевременность, применение оружия и боевых средств. Мария с детства мечтала служить. У меня оба мамы слабые военнослужащие, и мне нравилась форма. И форма эта очень украшает что мужчин, что женщин. А женщины так вообще очень элегантно выглядят в этой форме. И, в принципе, дисциплина. Здесь учится дисциплине. И формируется характер. Здесь что-то бывает элемент неожиданности, когда ты должен быть во всей готовности. То есть ты мало того, что ты несешь службу, ты, по идее, защищаешь свою родину. И как-то это воодушевляет. А вот прапорщик Татьяна Никулина служит в полку уже 24 года. Начинала кладовщиком сейчас начальник склада горюче-смазочных материалов. Конечно, за годы работы познала все тонкости профессии. Но женской ее не считает. Нашу работу назвать спокойной, конечно же, нельзя. Нельзя. Сложная, что сложная. Работа грязная, могу сразу сказать. Это топливо, это масла, смазки, это запах. Сами понимаете, работа такая серьезная, мужская, можно сказать. То есть мы получаем, ездим на базу, возим на топливозаправщиках, привозим сюда. То есть на каждую машину надо залезть, проверить, слезть, слить, замеры сделать. То есть работа требует сил, терпения. Отметим, будучи военными людьми, женщины из полка оперативного назначения всегда остаются настоящими леди. Даже в форме ухоженные, элегантные, с красивыми прическами. А коллеги отмечают, особый подход к работе позволяет им добиваться наивысших результатов. Альберт Домнин, Марина Минченко, новости 360, Ангарск. Цветочный патруль. Работал на улицах Ангарска в преддверии Международного женского дня. Сотрудники ГИБДД останавливали исключительно представителей с прекрасного пола. Просто для того, чтобы поздравить с наступающим 8 марта. Такое бывает только один раз в году. Стражи порядка останавливают исключительно женщин за рулем. Но помимо привычной проверки документов, дарят цветы, комплименты и пожелания безопасной дороги. Это акция «Цветочный патруль», которую ежегодно проводят сотрудники Ангарского ГИБДД в честь 8 марта. Мы проводим акцию «Цветы автоледи». У нас на территории города патрулирует «Цветочный патруль», так называемый. Мужчины-инспекторы ДПС вручают цветы женщинам за рулем. Желают им, конечно же, жизнерадостного настроения, чтобы они всегда светились отчастия. Ну и просто поднимают настроение. Помимо этого напоминают, конечно же, о соблюдении правил дорожного движения. Несмотря на то, что акция уже традиционная, такой сюрприз от инспекторов стал полной неожиданностью для представительниц прекрасного пола. Недоумение от остановки сменялось смущением и улыбкой. Жительницы города благодарили полицейских за подаренное весеннее настроение и обещали быть всегда осторожными на дорогах. Ксения Высоцкая, Марина Менченко, Новости 360, Ангарск. Победителем Всероссийского чемпионата по эстрадному вокалу «Караоке без границ» стал военнослужащий Ангарского полка по охране важного государственного объекта Росгвардии и фрейтер Сергей Маланов. Конкурс проходил в Москве. За главный приз боролись 24 участника. Жюри оценивало технику вокала и артистизм. С композицией «Я русский» Сергей стал лауреатом первой степени в номинации «Патриотическая песня». Кроме того, вошел в тройку лучших в направлении соло. Самой большой наградой для ангарчанина стала подаренная песня от поэта-песенника Владимира Ильичева, который работает с ведущими российскими исполнителями. Не переключайтесь. Далее еще немного полезной рекламы. Я потеряла работу из-за болезни, поэтому образовались задолженность, и мне нечем было платить. Банки начали подавать в суды. Стали беспокоить коллекторы, меня и моих очень близких друзей. Я наткнулась на объявление компании «Финэксперт» и обратилась к ним за помощью. С меня списали все долги, карты все разблокированы, и теперь я живу свободно. Я счастлива, что я признана банкротом. Я получаю пенсию, зарплату полностью и могу жить спокойно. Поэтому советую всем людям, которые попали в очень трудное финансовое положение, обращаться в «Финэксперт». Они реально помогают. Компания «Финэксперт» уже более трех лет списывает долги жителям Иркутской области. Примите решение здесь и сейчас. Запишитесь на бесплатную консультацию. Три золотых медали завоевал Семен Караваев на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей до 15 лет. Ангарчанин впервые выступал на турнире такого уровня и сразу добился успеха. На тренировки у спортсмена побывала наша съемочная группа. На тренировку Семен, как и коллеги по штанге, приходит после школьных уроков, переодевается и начинает заниматься. Несмотря на то, что буквально недавно вернулся из Выборга, где проходил престижный турнир первенства страны по тяжелой атлетике среди юношей. Воспитанник заслуженного тренера России Андрея Старикова выступал в весовой категории до 96 килограммов. Отметим, он стал единственным ангарчанином, который сумел отобраться на эти старты. Впрочем, начало выступления вышло не очень удачно. Вышел на помост и потерялся. Помост представляет из себя такой подиум, поднятый над поверхностью пола на метр. И вокруг зал достаточно большой, и вокруг большое количество людей. И судей, и жюри, и зрители. Судя по всему, именно волнение стало причиной того, что первые два подхода Семену не удались. Но наставники, в том числе и старший тренер сборной России, сумели донести до парня. Все будет хорошо. В итоге он завоевал три золотые медали. Молодой атлет вырвал 100 килограммов, толкнул 130. Сумма двоеборя, соответственно, составила 230 килограммов. Ближайшего преследователя Сергея Чемякина из Краснодарского края ангарчанин обошел на 9 килограммов. Напомним, Семен – продолжатель спортивной династии. Его мама Дарья Караваева в свое время выполнила норматив мастера спорта России. А родной дядя Роман Анатольевич – двукратный чемпион СССР. Долгое время входил в состав сборной Советского Союза. Семен является продолжательным традицией своего дяди, Романа Анатольевича Караваева, который выступал тоже, начиная с юношеского возраста, и достаточно успешно был победителем первенства СССР среди юношей. Ну, поднимал побольше, прямо скажем, ну и в немножко более тяжелой весовой категории. Вот. Тогда он рекорд СССР установил среди юношей и 190 килограммов толкнул. Через месяц в Иркутске состоится первенство области. Но будет ли там выступать Семен, тренер еще не решил. А вот осенью вновь пройдет отбор на Россию. Правда, ангарчанин выступит и в другом возрасте. И стоит надеяться, что впереди у ангарского атлета будет много покоренных вершин. Альберт Идомнин, Марина Минченко, новости 360 Ангарск. Подведены итоги открытых соревнований по тайскому боксу «Надежда Ринга». Напомним, этот турнир прошел в Ангарске уже 14-й раз. Побороты за звание лучшего съезжаются бойцы из разных уголков Иркутской области. В этом году участие приняли 170 спортсменов. Это представители 14 клубов из четырех городов. С результатом 11 первых мест первое общекомандное место завоевал ангарский «Байкал Топ Тим». На второй строчке с девятью золотыми наградами расположились хозяева турнира и золотой жилы. Замкнули тройку лидеров воспитанники Иркутского клуба «Кринч-38» с шестью победителями турнира. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Ангарск-360». Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. А также мы поздравляем всех прекрасных женщин с 8 марта. В Листвянке также пасмурно. Днем 0 градусов. Ночью на термометре можно будет наблюдать минус 3. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – автомойка на заправке. Приведи свой автомобиль в порядок. Химческая салона, мойка двигателя, защита от зимних реагентов гидрополимерным покрытием, стирка ковров и домашнего текстиля. 215-й квартал, строение 11. Территория автозаправки Омни. Напротив гипермаркета «Маяк». Запись по телефону 8908-6478-006. Автомойка на заправке. Кузов, салон, химчистка, мойка двигателя, защита от реагентов гидрополимерным покрытием. А еще стирка ковров и домашнего текстиля. Смой грязь городских улиц. Автомойка на заправке. 215-й квартал Омни. Напротив гипермаркета «Маяк». А теперь о погоде в Ангарске. В среду преимущественно пасмурно. Днем температура воздуха составит 2 градуса тепла. Ночью минус 3. Ветер юго-восточный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин